Рабочие будни серии Селер Вест А вот так вот выглядит команда Хотел бы рассказать одну историю про этот Range Rover Кстати, это комплектация Ultimate Edition Для этого я хотел бы побеседовать с нашим электриком Виктором Прусенко Он, кстати, занят Все у нас честно в реалтайме Вить, ты там занят? Есть, наверное, минуты полторы-две Есть? Я хотел, чтобы мы поговорили об этом автомобиле А у тебя нет с собой фонарик? Так, Виктор Прусенко, наш электродиагност с очень большим опытом Витя, коротко, я сейчас расскажу, что я знаю с поверхности Что у этого автомобиля есть целая история По какой-то причине когда-то он загорелся Потом его отвезли в серию Сервицы пытались починить В итоге что-то сделали В итоге машину не могли оживить, привезли к нам И сейчас с ней боремся мы Что сейчас здесь происходит? Я так понимаю, что здесь много чего переделано Ты сейчас столкнулся с такой ситуацией, что тебе надо перевести электрику в порядок Да, сейчас мы здесь меняем полностью жгут салона То есть главный жгут проводки, который проложен практически по всему автомобилю Так как в предыдущем сервисе был выполнен не совсем качественный ремонт Соответственно, очень много несоответствий по проводам И из-за этого автомобиль просто невозможно было запустить То есть мы подразобрали салон Увидели, что электропроводка была восстановлена некачественно Из-за чего, ну, обсудив эту проблему с клиентом Соответственно, было принято решение Заменить весь жгут проводки в сборе на этом автомобиле Для того, чтобы его поменять Пришлось разобрать весь салон абсолютно Так как жгут заходит по всей части автомобиля И в багажник, и на потолок И также выходит в крышку В том числе и потолок, я так понимаю Ну, короче, жесть полная Как ты думаешь, сколько займет у тебя времени по трудозатратам? Ну, вот времени так Ну, мне не надо норма часах, а в днях по смене У тебя смена 4 через 4, например Ну, если брать просто замену жгута Соответственно, потому что так как это очень редкая комплектация С Ultimate Edition, соответственно, здесь могут возникнуть Еще дальнейшие несоответствия по электропроводке Но так сейчас на скидочку, чтобы мне его подсобрать Ну, наверное, дня 4 Дня 4 в этом плане Как ты думаешь, ты справишься? Думаю, да Я думаю, в отдельном ролике это снимем Какой вывод мы хотели бы сделать для владельцев Когда у вас, не дай бог, потеряны причины Что-то случилось с проводкой Лучше делать подход уже академичный Потому что проблема заключается в том, что один сервис взялся И клиент заплатил деньги за отсутствие результата Лучше находить тот сервис, который готов работать до конца и до результата Потому что, ну, может быть, даже и большие деньги Но лучше заплатить за результат, чем какие-то там половинчатую сумму За отсутствие результата Вот что бы ты посоветовал владельцам, которые находятся в регионах Которые сталкиваются с ситуацией проблемы проводки Вот как бы ты посоветовал? Как им действовать? Наверное, если присматриваться лучше к сервису Поехать, пообщаться с ними И посмотреть, есть ли у них действительно специалисты Есть ли у них техническая база Чтобы выполнить ремонт в такой уровне сложности Потому что действительно сложный ремонт Здесь нужна хорошая техническая база И знания, наверное, этого автомобиля Я так понимаю, еще техническая поддержка в виде схем Схемы, несомненно Без схем здесь делать абсолютно нечего Потому что от комплектации автомобиля жгут проводки различные Абсолютно Поэтому... Еще есть какие-то нежданчики, которых ты всегда не передвидишь Ну, нежданчики, да И нюансы, которые особенно связаны с этим автомобилем Так как все-таки это редкая комплектация Ultimate Edition Их всего 500 на мир, 100 в Россию Ну, все, Витя, мы пожелаем тебе удачи Когда мы заведем автомобиль, мы снимем еще отдельный ролик Вот, давай, держись Спасибо тебе за комментарий Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!